сегодня мы с вами рассмотрим английскую резинку и продолжим тему узорами на основе английской резинки почему я говорю английская резинка это название более знакомо тем кто вяжет на спицах тем кто вяжет на спицах знакомо название английская резинка ну а тем кто вяжет на машине такая резинка называется фанговый точно так же как и на спицах эта резинка Это получается благодаря образованию фанговой петли. В случае с вязальной машиной это английская или фанговая резинка может быть связана с расстановкой игл одна через одну. При более толстой пряжи и при использовании более тонкой пряжи в работе может участвовать каждая игла. Итак, выполняем расстановку игл для фанговой резинки. Так как для машины третьего класса эта пряжа достаточно тонкая, то мы используем расстановку игл, где в работе задействована каждая игла. Положение игольницы относительно друг друга H. При таком положении игольниц иглы расположены зигзагообразно между собой. Только убедившись в том, что иглы расположены зигзагообразно между собой, приступаем к вязанию. Выполняем обычный набор. Провязываем один ряд справа налево, хотя на самом деле справа или слева вы начнете, не имеет особенного значения. И так как вяжем на двух фонтурах, навешиваем двухфонтурную оттяжную бредонку. Заводим струну, навешиваем грузы. Выполняем обычный заработок. Провязываем один сглаживающий ряд. И вот теперь давайте рассмотрим, каким образом выполнить фанговое переплетение или английскую резинку на любой машине братья. Если мы с вами без перфокаты включим левую кнопку так, В этом случае при прохождении справа налево на иглах задней игольницы петли не будут провязываться, а на каждой игле будет образовываться накид. При вязании на спицах мы обычно используем петля, снятая с накидом, лицевая петля, снятая с накидом, лицевая. В случае вязания на машине принцип точно такой же, так как иглы расположены по мере вязания. Одна игла верхней игольницы, которая и будет сейчас играть петлю с накидом, и следующая, которую мы провязываем. Если мы с вами на нижней каретке переведем рычаг в положении PR справа и ручку выбора с R на P, то при прохождении каретки слева направо будет образовываться петля с накидом, не провязываясь. Итак, давайте приступим. Итак, мы с вами проходим ряд справа налево и видим, что при еще раз нажатой кнопке так, со стрелкой влево, при прохождении каретки справа налево, петли не провязывались, но набрасывался накид. Нижние петли все провязаны. При прохождении каретки слева направо будут провязаны верхние петли и с петлей с накидом. Важна расстановка игл при вязании фанговой резинки. Итак, если вы собираетесь на верхней игольнице провязывать накид при прохождении каретки справа налево, то важно, чтобы вязание начиналось с верхней игольницы и заканчивалась нижней игольницей. Почему важно, сейчас увидим. Итак, у нас с вами проходит накид. И обратите внимание, последняя петля провязана. Благодаря этому, когда мы будем возвращать каретку, никакого сброса петель не произойдет. И напротив. Если бы положение игл было другим, краевые петли бы сбрасывались. Как это проверить? Итак, для начала запомните. Если фанг слева, то расстановка игл заканчивается нижней игольницей. Если фанг справа, то расстановка игл должна быть с точностью до наоборот. Итак, мы с вами провязываем несколько рядов фанга. Отключимся пока от фанга. Провязываем два ряда. Итак, теперь давайте рассмотрим вариант, когда фанг провязываем в направлении наоборот. Включаем в работу вместо левой правую кнопку так. Вместо правой на нижней каретке левую, а нижнюю, а правую опускаем. При такой расстановке иглу в таком положении фанговую резинку вязать нельзя. Давайте посмотрим, почему. Итак, провязываем ряд справа налево. Обратите внимание, последняя игла провязалась с накидом. Как и должно быть, потому что у нас фанг по нижней каретке справа налево. А теперь провязываем слева направо. И теперь здесь, на последней игле, петля с накидом. И обратите внимание, что произошло. Совершенно верно, произошел сброс петель. Я не буду сейчас поднимать, как положено, петли. Давайте их просто поднимем и посмотрим, что нужно сделать для того, чтобы провязать фанг в другом направлении. Хотя, если вам интересна тема поднятия петель, как поднять петли при двухфантурном вязании, пишите в комментариях ваши пожелания. Итак, для того, чтобы мы все-таки провязали фанг вот в таком положении, давайте вначале провяжем сглаживающий ряд. И вот теперь рассмотрим вариант, каким образом сделать так, чтобы при вязании фанга вот таким образом у нас петли все провязывались. Для этого достаточно поменять расположение игл местами. То есть, чтобы начиналось вязание фанга с нижней игольницы и заканчивалось верхней. Теперь мы можем спокойно вязать наш фанговый петель. И петля с накидом снова предпоследняя, но никак не последняя. То есть, при вязании на спицах и при вязании на машине фанговое переплетение или английская резинка практически ничем не отличаются. То есть, при вязании на спицах мы тоже не провязываем первую петлю, не снимаем ее с накидом. А это именно снятая петля с накидом. И таким образом мы теперь сможем вязать наше фанговое переплетение. В следующем нашем видео мы рассмотрим, как вязать жемчужную резинку на вязальной машине. Жемчужная резинка имеет название, когда мы вяжем ее на спицах. Что же касается машины, то здесь мы будем говорить о резинке, связанной полуфангом. Продолжение следует...